Привет, мои хорошие! С вами Селина Суэй, и сегодня ваша долгожданная кухня красоты. Вы, кстати, все жаловались, что вам не нравится моя заставка, что она громкая или ещё какая-то. Мне она, в принципе, очень нравится, потому что она как раз-таки говорит о несерьёзности всего процесса, который здесь происходит, что я не профессионал, я никого не учу, я просто экспериментирую и прикалываюсь. И, в общем, несерьёзно ни к чему отношусь. И я подумала, если вы говорили, что громко или ещё что-то, а если вот так? Кухня красоты! Ну вот, во что же я решила краситься? Вы знаете, да, что я экспериментирую со своими волосами постоянно, я уже не знала, что, что, что сделать, и я поняла, что я... Всё, видимо, я устала немножко с яркими оттенками, и это лишний раз подтверждает, что я... Насколько я не постоянная, просто что камни касают дали. Что просто мне уже надоело. И последний раз я сделала смывочку. Я ссылку оставлю на неё внизу. Это была не смывочка, это было глубокое очищение волос от цвета. Мои даже корни поднялись немного. Цвет розовый тоже немножечко посветлел. И я спрашивала у вас совета, что бы вы советовали, ну, только чтобы без щадящей варианта, в общем-то. Я хотела пшеничный, кто-то мне написал, что не подходит по светотипу. В общем, я буду потом экспериментировать с блондами разных отливов. Это уже не сложно. Главное нам в блонд вернуться. Хочу блонд. Я прям соскучилась. Я прям, на самом деле, вы ждёте-ждёте видео. Все с диетой, там, со всеми фикс-прайс, покупки. Китай. Всё ждёт, лежит. Но я не могу начать именно потому, что я хочу привести волосы в порядок. Сегодня я буду окрашивать пестель красочкой 116 и 161. Я их смешаю. Я уже красила все эти краски. Вам очень понравилось перед Новым годом. Цвет очень классный, очень крутой. Но я тогда красила его на тонику смывшуюся. Фиолетовую. Которая была пепельная. Должна была быть. Получился очень красивый цвет. Что будет, если мы положим его на розовый, я не знаю. Поэтому это опять эксперимент. Значит, у меня три краски. Потому что я хочу намазать обильную. У меня всё время не хватает краски. Я решила три сразу. У меня волосы впитывают очень хорошо. Две это 116 и одна 161. Полярный блондин и пепельный блондин. В принципе, они похожи немного, да. Я их перемешаю. И всё с оксидом один к одному на троечке. Вот здесь у меня тройка. Итальянский оксид ещё остался. Сейчас всё перемешаю. И начну наносить я с затылка. Потому что затылок нужно привести в порядок. У меня здесь, видите, очень непонятно что. Почему-то здесь тёмный остался. Когда-то в какой-то день я что-то не прокрасила. Поэтому я отделю вот так сейчас вверх вообще. Отдельно прокрашу корни. И вот это вот всё. И потом протяну по всей длине волос. И подожду столько, сколько нужно. И мы посмотрим, что получится. И мне прям даже интересно проверить. Потому что мне говорили, на тройке не пойдёт. Ничего не уберёшь. Здесь только смывку делать. Смывка портит волосы. Даже ту, которую нам советовали. Кристинке дядь смывку. Я прям почувствовала, как под смывкой волосы испортились. Ни в коем случае. Смывка практически осветление, мне кажется. Бывает даже осветляют волосы. И они не такие плохие, как от смывки. Ну, это лично мой опыт. Я не знаю, может быть, у кого-то другой. Я не все смывки пробовала, да. Но у меня, как бы, мнение о смывке не очень хорошее. И смывать волосы я не хочу. Что касается осветления. На шестёрке, на девятке, на двенашке. Это вообще что-то. Я знаю, что мои волосы достаточно податливые. И можно с ними сделать что-то на более-менее... На более-менее, короче. В общем, ладно, мои хорошие. Смешиваем всё. И поехали. Блондиночка! Это я только налила оксида. Полный, почти. Мне кажется, краску некуда девать. Может, даже придётся переливать в другую. Объём. А чё? Ну, блин. Не хочу я экономить на волосах. Вот что у нас получилось. Целая вообще кипа. Буду всё это пытаться сейчас размешать. И, естественно, я не кисточка. Я руками всё наношу. Просто... Если я говорю тихо, то маленький просто у меня спит. Поэтому... В общем, всё, я это размешиваю. Не буду я при вас это всё... Всё эту кашу мешать. Здесь нужна сноровка. Единственное, что меня всегда ещё смущало в Эстель, это её запах. Поэтому я закрыла двери и открыла форточку и окно на кухне. Форточку в туалете и окно на кухне для того, чтобы не задохнуться я здесь. В прямом эфире с вами. Всё. Я одеваю перчаточки. Закалываю свои волосы. И как прекрасно, что я могу не экономить, а просто накладывать толстым слоем. Вот я всё нанесла на корни сейчас. Сейчас буду всё распределять. Чуть-чуть осталось. Буду распределять по всей длине. И ходить потом минут сорок. Запах просто ужас. В общем, смотрите, что получилось. Я, конечно, здесь просто задыхаюсь. Я вам скажу, краска Эстель, она супер-мега очень сильно проветриваемое помещение должно быть. Я уже настежь просто всё открыла, мне прям воздуха не хватает. Цвет, короче, сейчас вот такой какой-то фиолетовый. Она тоже красивая, да? Мне прям притык все три краски. И что? Вполне возможно, что могут на концах. Так как они у меня сухие, мне нужно очень сильно как следует прочесывать. Это уже не очень-то удобно мне прочесывать всё это. Могут остаться где-то розовые, надеюсь, полосочки, а не пятнышки. Но, в принципе, я не против. Это будет симпатично. Вот. А так, пока я делаю заставку какую-то смешную, В общем, минут 30-40. Посмотрю сейчас, сколько там. Потом скажу, сколько в итоге подержало. Через 10 минут четвёртого ночи. Ну, когда ещё молодой маме ухаживает за собой. Только ночью, когда маме спит. В общем, я пойду смывать потом. Ну что, мои хорошие, прошло ровно 35 минут, и я пошла всё смывать. Увидимся. Ну что, мои хорошие, я всё помыла. Интрига, интрига. И, кстати, пока интрига, я хочу вам рассказать, на самом деле, чему я отдаю предпочтение на сегодняшний день. Вы видите, что я очень много всяких использую средств, бальзамов. В основном бальзамы, кондиционеры, шампуни, ну, и всякие масла. Это отдельная история. Ну, что касается шампуня и бальзама, вот из всей палитры, что у меня есть, я отдаю предпочтение, потому что ни один другой продукт, какой бы он дорогой не был, он ещё не делал этого эффекта, что делает обычная грин мама. Я извиняюсь, что у меня вот такие сейчас поэтии грязные они уже. И, видите, бальзама совсем нет. Я давно-давно приобретала себе это в грин маме. Я делала обзор на это уже очень давно. Биоламинирование. Там ещё что-то в подарок шло, по-моему. Вот. И как-то оно у меня стояло, пользуюсь, пользуюсь. И вот сколько средств уже у меня есть, я вам говорю, вот это супер. Что касается шампуня, шампуня много классных, там запахи классно, пенится хорошо, а шампуня как бы слишком много, что тут говорить. Он очищает, как-то, да, подготавливает. А вот бальзам, это дело другое. Помните, я вам говорила, что я хочу бальзам найти, чтобы волосы как шёлк были, чтобы его там недолго держать, смываешь и шёлк. Вот. Реально шёлк волосы. И я себе приобрету его ещё, потому что вот, ну, сколько всего, вы помните, я говорила про бальзам. Какие-то свои плюсы, какие-то свои минусы. Но ни об одном бальзаме я не говорила, что после него волосы как шёлк. Если вы помните. Потому что у меня, по-моему, нет таких. Только вот. Гринмама – это бальзам кондиционер биоламинации от текущихся волос. Вот я сейчас помыла просто. Мало того, что я смывала пока краску, волосы очень хорошо все чувствуют на ощупь. Я их чувствую очень классно. Помыла шампунем. Стали они немножко, ну, другие, понятное дело, потому что шампунь очищает, как бы он такие скрипеть начали. Вот этим же биоламинацией. И бальзам сверху нанесла. Его нужно всего лишь одну-две минуты подержать, что для меня вообще супер-пупер. И просто я смываю, ну, вот он прям шёлк, понимаете? Прям шёлк. Вот. Совершенно недорого стоит. Из-за морских водорослей. Вот. Морской сад. В общем, может, кто-то знает об этом. Так, что ещё я хотела сказать? Сейчас мы будем сушиться. А! Прочитала сейчас комментарий. Девочка написала мне, что в Estelle есть что-то, какая-то ампула, которая добавляется в краски. Я не знала. Добавляется в краски, чтобы было более бережное, ухаживающее окрашивание. Надо взять такую штуку. Это полезно. Ну, что? Пошла сушиться. А то уже все, наверное, затомились. Что ж там будет? Самое интересное. Ну, что, мои хорошие, вот что у нас получилось. Я более чем довольна. Мне очень нравится этот оттенок. Причём, видимо, полярный, полярный 161, он даёт вот такой вот отлив какой-то немножечко, видите? Тоже с розовинкой. Но ещё и мои розовые волосы, которые были, то есть они не мгновенно уходят. Розовый отлив лёгкий остался. Причём мне это нравится, потому что розовый мне нравится вообще. Вот и смотрите, как всё у меня сравнялось тут. Вот. Сзади я тоже прокрасила. Что у меня сзади? Всё равно какая-то вот полоска у меня остаётся тут. Вечная. Хотя я хорошо здесь прокрасила. Вот прям что-то, видимо, недовысветлилось у меня тут. Надо будет вот низочек чисто просветлить, потому что здесь такого нету. Такого серьёзного во всяком случае. Вот. Ну, а в целом вот что получилось. Ну, и чё, блондинка я? Или непонятно ещё какая? Ну, мне кажется, блондинка с каким-то отливом. В общем, кто скучал за мной, за блондинкой, вот она. Я вас целую и люблю. Сама за собой скучала за такой. Теперь, знаете, у меня как будто камень с души. Такой, потому что я знаю, что блондинка это моё, как бы, просто, да, лежит. Но иногда хочется, знаете, пойти пошалить, что-нибудь там поэкспериментировать и снова вернуться. Вот, кстати, я и вернулась. В общем, будем смотреть, что там будет дальше. Будем экспериментировать с разными отливами блонда. В общем-то, поглядим. Всё, мои хорошие. Кому понравилось, ставьте лайк. Вот, кстати, самое интересное, что мне говорили. Нужно высветлять, там, выжигать. Ничего не получится. Вот. Вот вам. Съели. Всё получилось. Всё сравнялось. Всё красиво. Носибельно. Красивый цвет. Здоровый волос. И не волнуйтесь, кто говорит, что я облыселю, ещё что-то. У меня всё под контролем. Я свои волосы знаю. Я знаю, чем их можно красить, а чем нельзя. Поэтому я и говорю, что 6-9-12% не для меня. Смывки не для меня. Что-то бережное, щадящее, супер... Разводимое, там, в шампунях, бальзамах, в водах и так далее. Вот. И я всё не устаю вспоминать девушку, которая мне посоветовала. Это 116-й Эстель. Когда у меня был тогда фиолет, она говорит, ну, просто затонируйся и уйдёт у тебя всё это. И вот, как бы, снова нас, Эстель, 116-й, спас. Спасибо ей ещё раз. Ну всё, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Экспериментируйте, не бойтесь, не относитесь слишком строго. Я в салон не хожу просто потому, что я люблю всё делать дома. Я своим рукам доверяю больше. Даже если что-то не получается, это я сама себе сделала. А когда я иду, плачу деньги и что-то не получается, то хочется. Как я это сделала? Смешно. Вот. И просто, да, кто-то в комментариях так же и написал, что ну, это неинтересно. Я понимаю, что я могу пойти в салон, взять деньги, слава богу, они есть. Взять деньги, пойти в салон, хороший, дорогой, а дать тебе 10 тысяч, сделает мне всё идеально. Что дальше? Я буду ходить постоянно к этому супермастеру за 10 тысяч, чтобы он мне там корни сделал. То, что я, в принципе, могу сама сделать. Это первый вариант. А второй вариант... Ну, скучно. Ну, как бы... Причина, да? Скучно. Интересно мне дома всё это делать. Я взяла краску и думаю, ой, что получится. Думаю, ну, как бы... Ну, вы поняли, да? Вы поняли, что я за человек. Ладно, будьте мне лицезреть при свете дня. Буду в машине плясать, танцевать. Влог будет на днях. Всё, мои хорошие, люблю вас, целую, обнимаю. Подписки, дайки, приветствуются. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok